Паранормальные явления, психофизические феномены, существование которых не имеет научного объяснения и находится за пределами современной научной картины мира. Dark Ghost Всем привет, друзья! Это аналитика на предпоследнее видео. Там, где мне удалось запечатлеть нечто похожее на собаку, ну, какое-то существо, которое я в первый раз вообще в жизни вижу. Также много еще чего необъяснимого и загадочного. Сегодня я выскажу свое предположение по всему отснятому материалу, ну, а также я отвечу на ваши главные вопросы. Итак, друзья, первый вопрос, который задавали чаще всего, когда я заснял этот гроб, был ли он на следующее утро? Да, друзья, он там был. Вот, друзья, эти кадры. Утрешние кадры, где я утром подходил к этому уже гробу. Зашел сюда, проходя колодцу, решил все-таки зайти еще раз сюда посмотреть. Не показалось ли мне этой ночью? Нет, не показалось. Да. Следующий вопрос, друзья. Почему я не открыл гроб, когда к нему подошел? Этот гроб мог быть ловушкой местных жителей той деревни. Поэтому, друзья, я не стал его открывать, потому что неизвестно, что в этом гробу и кто вообще его туда принес. Итак, друзья, начнем по порядку. Первое. Когда я туда приехал, первым делом я пошел искать колодец, чтобы посмотреть, что вообще находится в этом колодце и какая там глубина. Опустив камеру до самого дна этого колодца, я заметил какую-то проплывающую тень. Вот, обратите внимание на эти кадры. Я так предполагаю, что именно вот эта тень и вылетала с колодца после того, как я установил на ночь туда камеры. Вот эти скрины, вот это вылетание, вот это тени. После того, как я проверил колодец, я вернулся, чтобы найти место базирования и разобрать палатку. Уже ближе к вечеру я пошел, опять же, к колодцу и установил там камеру с ночным режимом. Но, друзья, она не снимала видео. Она делала фото в ночном режиме на движение. После я отправился в палатку и услышал то, что возле меня кто-то ходит. Я вышел и уже услышал, что вот эти шаги, которые были, они отдалялись все дальше и дальше от меня. Эти шаги, этот шум привел меня к этим яблоням, где я и заснял вот этот гроб. Что за хрень? Офигеть! Да ну нафиг! Офигеть! После чего, друзья, я вернулся в палатку. Я решил больше пока не выходить с палатки, а находиться там и смотреть вот это видео, изучать, так сказать, вот это видео, что это был за гроб. Когда я подходил туда, я услышал крик. Вот этот крик, я не знаю, крик это или что, или это визг какой-то, вот этого существа, которое сидело как раз на крышке этого гроба. Столкнувшись с таким существом, непонятно, что от него ожидать. Это лучший был вариант уйти оттуда. Ближе уже к вечеру второго дня я установил камеру возле своей палатки, чтобы запечатлеть, кто ходит возле меня. В эту же ночь я провел ЭГФ. Кто не смотрел, друзья, посмотрите, сейчас вот этот будет фрагмент полностью с ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Что-то выйдет? Мне показалось. Иди к нам Кто вы? Бог хорошо Кто вы? Это вы забрали эту девушку? Вы утащили в колодец девушку У нас дверь в новый мир Не понял Не понял Это вы утащили девушку в колодец? Да Да Зачем вы это сделали? Да Она позвала нас Для чего она вас позвала? Зачем? Чтобы получить силу Чтобы получить силу Чтобы получить силу Она с нами Она с нами Она с нами Она с ними Мы ждем тебя Я Я не пойду к вам Я Можно Ставим Point П Zap Попробуй Попробуй Че Попробуй 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 Ч monte Кто вы? Ты нас разозлил После того, как они сказали, что я их якобы разозлил Возле палатки начал кто-то ходить Позже камера запечатлит, кто это Вы сейчас, чуть позже, увидите Кто еще не видел Взяв камеру, я все же решился выйти и посмотреть, кто там ходит И этот, опять же, шум привел меня ближе к яблоням Но уже с другой стороны Идя вдоль вот этих яблонь Я увидел, как вот это существо выскакивает из кустов При этом был жуткий крик И убегая, также слышал этот крик вдалеке Но это существо не бежало за мной Она бежала в другую сторону Потому что крик я уже слышал в другой стороне Следующее утро я посмотрел кадры, сделанные той камерой, которая стояла возле палатки Вот, друзья, эти кадры Вот это существо, которое выпрыгивало из кустов Получается то, что когда я закончил ЭГФ И по ЭГФ мне сказали то, что я их разозлил Это существо бегло вокруг моей палатки Подже, когда я уже вышел, оно убежало ближе к яблоням И возле яблонь она уже выпрыгивала из кустов Все очень загадочно, особенно вот этот гроб Почему он вообще там находился, этот гроб? У меня есть предположение, что здесь замешаны также жители той деревни И, скорее всего, вот этот колодец, это какой-то портал в потусторонний мир Который охраняют вот эти жители деревни Но точно, друзья, я не могу сказать, это всего лишь мое предположение Почему они не хотят ко мне, допустим, подойти и сказать, что Уходи отсюда, тут как бы опасно И они охраняют это место Они не уходят на голословный контакт Пытаюсь как-то вот этими вещами показать, чтобы я оттуда убирался Вот это поставили гроб А вот по поводу вот этого существа, которое ходило возле палатки Которая сидела на крышке гроба и выпрыгивала из кустов Я ничего не могу сказать, даже никаких предположений Возможно, эта легенда и не врет, что вот эта девушка общалась с миром мертвых При помощи этого колодца Это был как портал в потусторонний мир Поэтому, друзья, мне еще придется разобраться в этом Попытаться разобраться, приехать еще туда раз И выяснить все, что же на самом деле происходит в той деревне Ну а так, друзья, спасибо всем за просмотр Подписывайтесь на мой основной канал Подписывайтесь на инстаграм и группу вконтакте Все ссылки будут в описании Всем пока